Всем привет, я Алексей Ганшин, VeloDreamer, и обычно я снимаю видео про веломобили. И я продолжаю этим заниматься, конечно мне это все очень нравится, но кроме этого мне есть еще несколько интересных увлечений. И одно из них это компьютерные игры, хотя не сильный я геймер, но тем не менее. Сегодня я расскажу вот о ком. Я думаю все кто в курсе сразу узнают этого персонажа. Ну а кто не в курсе, не знаю будет ли вам интересно смотреть дальше, но я постараюсь смонтировать видео так, чтобы было интересно не только тем кто в курсе кто это, но и тем кто может быть заинтересуется. Это персонаж из игры Child of Light, то есть Дитя Света. Это не просто игра, это действительно произведение искусства. То есть там сам стиль рисования, бесподобный, очень классный, в стиле акварели. Все диалоги, вообще почти весь текст в игре, весь озвученный текст это точно, и почти весь текст, который в виде текста там, все сделано в стихах. Я такого раньше нигде не видел, это супер. Сам сюжет, многие считают его банальным, но не могу сказать, что это прям супер банальный сюжет, хотя это стандартный сюжет для сказок. Но здесь он попадан в немного другом новом ракурсе. Для записи музыки к игре приглашали настоящего музыканта, Бути Канчу. И даже нанимали оркестр, чтобы записать музыку. Музыка там, ну, мне очень понравилась. Проработка самих персонажей тоже всех, все персонажи хорошо проработаны, особенно персонаж главной героини. Анимация, движение, ну короче, игра действительно очень качественная. Кроме того, ну там есть интересный момент, в день свадьбы отец Авроры дарит ей корону. То есть корона появляется не как символ какой-то власти, ну на самом деле это волшебная корона, а как знак того, что хотя он женится второй раз, но дочка остается для него в большом приоритете. Для меня лично это просто, наверное, такое совпадение, что мне оно так понравилось. Это возможность окунуться в сказку самому, вспомнить, как это было в детстве. Возможность провести своих детей через эту сказку. Именно такое прикосновение к сказке. Причем, ну мир настолько классно сделан, что мне именно захотелось взять какую-то часть этого мира и оставить ее у себя. В принципе, вот поэтому она и появилась в реальном мире, потому что я просто хочу оставить себя что-то оттуда. Вообще каждый понимает по-своему, как фильмы, так и игры, так и книги, каждый находит для себя что-то. И похоже, что для меня оно просто совпало, так что эта игра мне очень понравилась на данном этапе. Поэтому я оставляю себе вот такой сувенир, напоминание о том теплом мире, о котором у меня только самые лучшие остались впечатления. Хотя, чтобы сделать конкретно эту статусетку, пришлось многому научиться, осваивать новые навыки. Не все получилось с первого раза. Это наиболее приближенная интерпретация Авроры в реальном мире, которая мне встречалась. Приглашаю проследовать вместе с нами по пути Авроры в реальный мир. Вы увидите, как это все было создано. Дитя, послушай мой рассказ. Без выдумок и без прикрас. Давным-давно была страна, Лемурия, звалась она. На дальних Австрии просторах жила дочь герцога Аврора. Любовь отца была бескрайней, что с мамой все покрыто тайной. Был долго герцог одинок. Аврору он растил, как мог. И вот решил он, что нужна ему в конце концов жена. Страстная пятница пришла и весть с собою принесла. Счастливый герцог и отец ведет невесту под венец. Аврора спит, но в поздний час огонь в той комнате угас. И вот уже лежит она, как снег, бледна и хладна. Рассветный луч в окно проник. И осветил недвижный лик. И вопреки мольбам отца, румянец не ласкал лица. И вот Авроры больше нет. Но это не конец. Нет, нет. Проснется девочка вот-вот. И в новый мир она войдет. Играет музыка Итак, коротко постараюсь рассказать. Коротко о том, как именно я добыл модель для печати, для 3D печати. Сперва, конечно, я попытался найти куклу Авроры или статуэтку Авроры. Уже готовую, чтобы посмотреть, что есть. И вот что было. Практически ничего. Был косплей из изображений. То есть из реально существующих объектов. В виде осязаемой статуэтки или куклы. В данном случае куклы есть только 2 опыта. Внутри. То есть вот. Это, кстати, хороший вариант. Но не копия. Это по мотивам. Но тут явно они образ именно поймали. Здесь. Но здесь совсем уже не то. То есть оно даже не приближенно. Ну и... Где-то здесь еще одна была. Но это уже совсем детский сад. А, в принципе, вот еще и товар очень не видел. Ну, прикольно, да. Но все же это не копия. Это, когда смотришь, ты понимаешь, что это. Похоже, но не то. Хотя... А надо молодцы. Я хочу себе статуэтку. Для... Ну, короче. Связаемый объект. Который останется где-нибудь на полочке. Так что, такой вариант не подходит. Хотя вот тут видно, что народ пытался это сделать как-то. Итак. Короче, мы видим, что того, что нужно... Нет. И главная причина в том... Что... Все ресурсы игры находятся в закодированном виде. И их... Нельзя использовать напрямую. То есть нельзя просто зайти в... В каталог игры. Вытащить из этой модели, например. Вот. Вот каталог игры. И здесь... Что мы видим? Мы видим... Короче, мы видим то, что... Ничего сюда не достанешь особо. Просто нет никакого такого формата, который можно распотрошить и вытащить оттуда. Модели. Из готовых 3D-моделей для печати я нашел еще вот такую модель. На сайте именно посвященную 3D-печати. Вот его адрес. Позже я сюда же разместил те модели, которые я подготовил. Но это не тоже не оригинал. То есть... Да, это классно. Это видно, что автор молодец. Хорошо по работал. Выглядит круто. Но... Даже полочка есть. Но это не оригинал. К счастью, оказалось, что есть программы, которые могут захватывать 3D-объекты из памяти компьютера через Direct3D. И сохранять их в отдельные файлы. И это оказалось мне как раз хорошей идеей. Первое, что я использовал, это был 3D-рип. Но он не смог запуститься вместе с игрой. Второй вариант, который смог запуститься с игрой. Это... Программа Ninja Reaper. Она запустилась. Вот как это выглядит. Ninja Reaper запустился. Я указал ему, куда и какую именно игру я хочу запустить. Он указывает путь к игре. Потом указал, куда сохранять то, что мы оттуда на выдираем. Горячие клавиши здесь. F10 это сделать как бы скриншот. Но это не совсем скриншот. Это такой 3D-скриншот. То есть выдрать все, что есть из 3D-объектов. Из памяти. Ну и отдельно выдирать текстуры. Мне-то не пригодилось. Короче, мне эти все штуки не пригодились. Мне пригодилось F10. Это было страшно. То есть нажимаем запуск. И запускаем игру. И когда наш персонаж, нас интересующий, оказывается на экране. Желательно крупным планом. Хотя, по-моему, по барабану вообще. То нажимаем F10 и выдираем. И когда мы вошли из игры. Да, кстати, при установке Ninja Reaper, он еще устанавливает плагин к 3D-Max. После этого запускаем 3D-Max. Когда 3D-Max запущен, этот плагин выдает вот эту вот табличку слева Ninja Reaper Toe. Вот она. Вот это я еще шевелю. Курсора не видно, к сожалению. Ну, мы открываем input rip-файл. И вот наши все файлы, которые нарипались из нашего так называемого скриншота. Открываем. Отсортированы они по размеру. Открываем первый из них. 284 килобайта. И это оказывается, оказывается как раз то, что нужно. И вот тут первый облом. Оказалось, что модель в таком виде совершенно не годится для печати. Потому что она, во-первых, она внутри пуста. То есть, вот если мы посмотрим, то видно, что там внутри ничего нет. Ну, в игре это не важно, этого не видно. Никто под такими ракурсами там не смотрит. Ну, здесь как бы, ну, это не годится, во-первых. Во-вторых, отсутствует туловище само. Есть только ручки, ножки, голову. А это тоже не годится. Вот, открываем следующий файл. О, красота. То есть, вот, вот таким образом получилось добыть модель. То есть, все эти рипы по... О! И вот, аврора получает платье. Теперь осталось найти корону. Да. Ну, вот, модель волос и вообще модель всей авроры. Ну, кроме крылышек, здесь можно их найти. Они где-то тоже есть. Но, эта модель не годится для печати. То есть, вот, что удалось добыть из игры. Вот, интересно, что здесь ножки. Тоже не особо проработано. Ну, потому что ее просто никогда не видно настолько близко. Но, в игре крупные планы с портретами, где во время диалогов, там не используется эта модель. Там используется именно рисованный вариант двухмерный, просто рисунок. Поэтому, задача художницы в данном проекте была именно совместить то, что мы видим вот здесь, с тем, что мы видим во время диалогов. Это по-любому сложно, значит, так как эта модель для печати не годится, потому что она все еще пустая внутри, пришлось подумать, как сделать, чтобы она была, ну, при, как бы, не пустой внутри, то есть, приводной для печати в реальном мире. До этого, я открыл первую модель и добавил к ней недостающие части. Просто снипил. Я не разбираюсь особо в 3D Max, по-любому это можно было сделать лучше, если разнать программу лучше, но я ее не знаю, это я просто по-быстрому сделал. Вот. И вот это уже можно было напечатать. То же самое было с платьем. То есть, отдельно открыл платье. И добавил ему толщину, чтобы оно было более, ну, не имело нулевую толщину, которую принтер, если бы их смог напечатать, то это оно бы развалилось. То есть, оно должно быть, какую-то, какую-то толщину оно должно иметь. И то же самое с короной. Программа STL VEVER, которая смотрит именно на то, что получается для печати. То есть, STL это формат для 3D принтера. И 3D Max сможет сохранять в этом формате сразу. И вот, что получилось. Полная модель выглядит вот так, но... Оказалось, что напечатать ее, во-первых, проблематично. Там что-то около 15 часов принтер должен был бы опечатать. А во-вторых, ну... Волосы выглядят совершенно неестественными. То есть, если это сделать в виде 3D модели... Ну, оно будет как-то вообще. Поэтому я решил сделать волосы настоящими. А для этого нужно сделать кукулу отдельно. Именно с оттойкой отдельно, а потом добавить волосы. И вот как это было сделано. Отдельно это... Отдельно туловище. Вот такое уже вполне можно было напечатать. И его и напечатали. Отдельно платье. С толщиной. И отдельно корону. То есть, было всего 3 объекта. Которые отпечатались на 3D принтере. Своего принтера у меня нет, поэтому я отправил на печать. Своему товарищу Игорю Мироненко. У которого есть мастерская. Сайт их, бомбры и нюа. Ссылка будет в описании. И они как раз напечатали. Вот на этом видео будет видно. Как проходил процесс печати. Субтитры создавал DimaTorzok Сияло солнце над землею, Которой в мире краше нет. Руины замков под луною, Ее нежнейший свет И звезд мерцания отражали. Владычица сего дворца Одна по комнатам блуждала, Их светлым ликом озаряла. Но королева как-то раз исчезла без следа, А с ней и свет погас, Казалось, навсегда. А Умбра, королева ночи, Отправила с наказом дочек, Чтоб солнце, звезды и луну похитили, Затем в плену дождей оставили страну. Тогда творение Умбры злой И завладели всей землей. Я получу посылочку. Посылочку, посыл. Моя приятельсть. От Игоря Мироненко. Он напечатал мне заготовку для куклы. Сувенирная кукла Аврора. Заготовка. Блин, я же просил 10 сантиметров. Ну, круто, конечно. Но это точно больше, чем 10 сантиметров. Ну, качество все, блин. Тут это непонятно. Еще у нас есть корона. Это уже масштаба. И еще у нас есть Платьица. Платьичку. Это надо будет подклеить. Есть над чем поработать. Но зато это оригинал. Самый настоящий. Уп! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Были отломаны пальчики. Я вот сделал из проволоки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА